Дни недели Солнцы проходят, ничего вокруг не происходит Новых нет ни взгляда и ни звука Только скука, скука, только эта скука В небе солнце ходит надо мной И оно не блещет новизной Как же надоел мне наконец Королевский чопорный дворец Свеслички и бабочки и рыбки У меня не вызовут улыбки Каждый день все те же и все то же Вечно продолжаться так уже не может Я бы убежала из дворца Но вокруг ограда без конца Не могу я, не могу молчать Как же отвратительно скучать Я бы убежала из дворца Но вокруг ограда без конца Не могу я, не могу молчать Как же отвратительно скучать Как же отвратительно скучать Ваше величество, а вы опять грустите? А ваш отец, наш герой, приказал нам веселить Ну и веселитесь, раз вам приказали Простите, ваше величество Но веселиться нужно вам Это просто необходимо для вашего здоровья Но для того и поселили на этой даче Чтобы вы дышали свежим воздухом Кушали груши с сада И веселиться Но я не больна Да, 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 да Да Но вы всегда такая печальная и бледная Что это просто не может не волновать короля Ведь вы его единственная дочь И он вас так любит, что готов исполнить любое желание Но вы даже не хотите ничего пожелать А чего мне желать? У меня все есть Я даже не знаю, чего еще могу желать Вот мне и скучно Ну как тут можно скучать? Тут же так прекрасно Такое небо Да, 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 да Да Такое не солнышко Да, 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 да Да Такие не цветочки Да, 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 да Нет 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 Ну и что? И в прошлом году было то же самое Цветочки и солнышко И в следующем году будет то же самое Через 10 лет навсегда Вот видите, муравей ползет Это не мурафей Да, муравей Да не муравей Да не муравей Да и знайте Муравей Да и говорю, что ты такой же красный, как и в прошлом году И ползет он точно так же по той же тропинке слева направо Скука невозможна Скука невозможна На смешку мне представили вас для прошлогоднего стражника Стражник! Я здесь, ваше высочество. Вот, видите, тот же самый. Ну, иди. Слушаюсь. А куда, ваше высочество? Туда, где стоял. Слушаюсь. Ну, кое-что новое у нас все-таки есть. Что? У нас новые платья. Скажите мне, какие новости? Тоже мне повод для веселья. Как они мне надоели. Слушайте, а принесите мне попить чего-нибудь холодненького. Ваше высочество, врачи запретили вам пить холодненькое. Бегом, марш! Слушаемся. Полон дом дураков. А еще хотят, чтобы я не скучала. Привет! Здравствуйте! Ой, давай знакомиться. Корона Зорька и дочь Солнца. Принцесса Аня. Аня! Имя у тебя какое-то простенькое для принцессы. А хочешь тебе свою дом поносить, а? Принцесса Зорька. Ну, по-моему, очень хорошо звучит. Спасибо, я к своему привыкла. Ну, чего сидишь? Тащи пирожные! Тебе в гости пришла дочь Солнца. И ты что, не знаешь, как дочерей Солнца встречать, что ли? Ну, если честно, у меня еще никогда не было в гостях дочерей Солнца. Ну, это неудивительно, потому что я такая одна. Солнца, ты видишь, какого цвета? Ну, приклядись, жену. Ну, Солнца, вечного жену! Ну, ты где-либо такое еще встречала? Нет. У нас во дворце вообще коров не держат. Никаких. А вот это вот, срях. Ну, конечно, черные, белые, рябые, да всякие. Это все коровы скучные. Но вот такая, как и я, украсит любой дворец. Да у нас и так все красиво, все в цветах, в золоте. Так золото и цветы, это ж не главное. А главное, знаешь, что? Это счастье. Ну, кто может еще счастье принести? Да кроме меня никто. А это, почему? Видишь, это копыто? Оно необыкновенное. Копыто, как копыто, только трещинка на нем. Тсс. Да это не трещинка, а особый знак. Ну, вот смотри, если я приложу его к земле, то какой след остается? Какой? Ну, ты приглядись, ничего не напоминает? Нет. Ну, а вот так посмотри. Ну, а вот так вот. Ничего. Тебе совсем нет воображения. Отпечаток от копыта напоминает очертания короны. Я бы потому и мучаюсь, хожу на задних ногах, чтоб свое копыто драгоценное. Не пачкайте. Теперь ты все поняла? Нет. А ты корону до сегодняшнего дня видела? Конечно. Да твой отец проезжал мимо нашего луга. Вот в этой карете. И на голове у него была корона. Вот уж не думала, что корона моего отца напоминает отпечаток коровьего копыта. Но я вот сразу все поняла. Ну, впрочем, ничего удивительного этого нет. Дочь солнца, она, знаешь, должна быть у нее и всех. Даже дочери короля. А из чего ты вообще взяла, что ты дочь солнца? Ну, ты сама посуди. У нас в королевстве все коровы-то пыки черные и белые. Ну, и мать моя такая же. А я-то? Ну, я ж необыкновенная, ну, солнечная. Ну, и от кого я, по-твоему, могла родиться? Ну, есть от меня солнце. Я еще когда маленьким теленком была. Вокруг меня все ох и ряхали. Какая я удивительная. Подумаешь, удивительная. Просто цвет такой рыжий. У нас полно во дворце рыжих кошек и собак. Что, они теперь все дочери солнца? Ну, а молоко они дают? Нет. Ну, как тогда можно сравнивать? Слушай, ты меня совсем запутала. Вообще, что мне теперь с тобой делать? Что делать? Пирожные неси давай уже. А если по-хорошему попросить? Неси пирожные по-хорошему. Корола! 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 Это кто? Это корова Зорька Корова Пошла вон Прочь Я не к тебе пришла А к принцессе Слышь, ты чего своих слуг-то распустила, а? Чего хотят-то и вытворят Она не служанка Она фрейлина Ай, корофенька какая-нибудь, да? Герцогиня Ладно, тогда пускай пасется Боже, это сочи Я не понимаю, что тут у нас происходит Кто приказы отдаёт? Вы? Да Или это Куров, а? Да Приказы отдаю я А корова так в гости нашла Она говорит, что она дочь солнца и хочет пирожные Да Нет, какой-то Страшний Тороль, закрой кишки и проспу Я здесь, ваше высочество Неси пирожные и побольше Сигизмунда, вы сегодня, как никогда, прекрасны Сигизмунда, я! Ой, отечки! Ой, отечки! На! Тут муха! Ой, ну ты и жадина! Ну что, она много выпьет, что ли? Ой, давай пирожные, неси быстрее Ну, неси, неси Слушаюсь Это ни на что не похоже Ни на что не похоже Ой, у тебя такие зубы красивые Ой, это у меня от папушки Подошли, значит Повезло Страшно Мууууу! Муууу! Мууу! Мууууууууууууууууууууууу! � הה Euб約! Муууу! Как же ты думаешь? Эх! А-А-А-А-А-А-А-А! Что ты думаешь? Повезло Ты думаешь о тебе? Как только стоит ваше визуальство, не вилите косить, я не виноват, это все моя корова. Ваше визуальство, я не знаю, что она вам тогда говорила, но я тут ни при чем, это все она сама. Я ее ничему не учил. А чему ты можешь научить, бестолость деревенская? Конечно, я на всего с областевым умом нахожу. Вот видите, она тут все от друга с ума свела. Успокойся, пастушок, нас твоя корова развеселила и только. Правда? Да. А я уж и жизнью простился, никогда не знаю, что от этой коровы ожидать. Может, такого он и говорит, что мне, как пастушок, прямой путь наплакан. Какой красивый пастушок. А скажи мне, пожалуйста, а как вас зовут? Примон? Попросту, Филя. Филя, какое приятное имя. Послушай, Филя, а давно твоя корова стала так о себе воображать. Да вы знаете, ваше высочество, она с самого детства была избалована и захвалена. А этой весной подскользнулась и полетела с пригорка. Да прямо лгом в дерево. Думали, увлётся. А нет. Она встала, глаза открыла и говорит. Я дочь солнца. Это, наверное, от того, что, когда лгом ударилась, у ней искры из глаз полетели. Ей показалось, что это от неё зияние исходят. Что подумаешь, Филя, нет. Ну, я же помню. Я когда глаза открыла, увидела, что солнце вокруг меня кружится. Да я сразу про себя всё поняла. Солнце вертелось вокруг меня, как мать вокруг ребёнка. Да что ты, миленький, твоя мать корова без рук, а отец был кураган. Да насчёт матери-то я не спорю. Ну вот отцом, отцом-то было солнце, но я же помню. Я когда в дерево вредалась, солнце мне сказала. Здравствуй, деточка моя! Когда у меня копыть отрезала, тут уж никаких сомнений не осталось. Слушайте, никогда мне не было так весело. Никогда я так не смеялась. Я же говорила, что приношу счастье. Я б на вашем месте меня б купила. Вот махалка, а! А почему бы и правда не купить? Вальса, ваше высочество, она добавляет. А пастушок при корове будет. Надо, что кому-то зайдет к корове и ухаживает. Филя, ты продашь мне эту корову. Да, ну что, ваше высочество, я вам её и так отдам. Возьмите, если оно вам понравилось. Не обижайся, Филя, но в подарок принять эту корову я не могу. Вот, это оплата за корову. Ну что, ваше высочество, это слишком много за одну корову. Ваше высочество, да на этот золотой можно целое стадо купить. Теньки это зло. А теперь понятно, Филя, почему ты такой добрый. Бери, не стесняйся. Нам, принцессам, неприлично покупать дешёвые вещи. И дешёвых коров тоже. Бери, не стесняйся. Один золотой отпустяк за такое докровище, как я. Спасибо, ваше высочество, вы так добры. Мне так хочется сделать для вас что-нибудь хорошее. Будешь хорошо за коровой следить, вот и сделаешь. А тебе её повадки лучше. Если тебе будет с ней прочее, чем другому пастуху. А я никого другого к себе и не подпущу. Филька меня аж с рождения ростит. Он мне как брат мой. Дурка, с рогами-то поаккуратнее. Правда, Филя, оставайся. Будешь королевским пастухом. С радостью, ваше высочество. Для вас что угодно. Вот и прекрасно. Отражается. Вот, ваше высочество, принёс. А зачем так много? Ну, я не знал, какие вам больше понравятся. Поэтому принёс всё, что было. Молодец, мне нравятся все. Дурка, а ты нам оставишь немного? Зачем? Тебе ж худеть надо. Да и зачем тебе так много есть? Ты ж не корова. Ваше сиятельство. А попробуйте вот это вот пирожное. Оно такое красивое, прямо как вы. Сколько мощно тебе повторять, что я не ребёнок и не нуждаюсь в твоей заботе? Не, ну раз пошёл такой грабёж на грёж, то и вы возьмите по одному. Ваше высочество, а вы уже решили, куда мы эту корову поместим? Ой, я совсем и не подумала. Зорька, надо тебя куда-то поместить. Да вы не переживайте. У вас тут места много. Я себе что-нибудь выберу. А пойду как раз осмотрюсь. Филька, давай за мной. Филька, давай за мной.